Волгоградские инспекторы ГИБДД взялись за водителей автобусов. С 3 по 13 декабря в ходе рейдов сотрудники дорожной полиции проверяли техническое состояние автобусов, соблюдение транспортной дисциплины, режима труда и отдыха, а также работу должностных лиц пассажирских предприятий, занимающихся междугородними и международными заказными перевозками. Необходимость проведения подобного контрольно-профилактического мероприятия была вызвана высоким уровнем ДТП, как с участием автобусов, так и по вине водителей этих транспортных средств. Только в декабре с участием рейсовых автобусов произошло два дорожно-транспортных происшествия с интервалом в несколько дней. С участием автобусов 221 ДТП, в которых 15 человек погибло, ранено 361. По вине водителя автобуса свершено 120 ДТП, в которых погибло 3 человека, ранено 27 человек. Это практически 10%, если мы смотрим с участием от всего количества ДТП на территории Закисто-Волгоградской области. По итогам рейдов к административной ответственности были привлечены 75 водителей за эксплуатацию неисправного транспортного средства, 17 за несвоевременное прохождение техосмотра, 85 за нарушение правил перевозки пассажиров, 33 за отсутствие тахографа. Результаты и нарушения, выявленные при проведении мероприятия «Безопасный автобус», обсудили в ходе совместного совещания представители автотранспортных предприятий, водители и руководители региональной госавтоинспекции. И особое внимание уделили вопросу перевозок организованных групп детей на новогодние мероприятия. Не забывайте, что за спиной, особенно здесь присутствующего, у вас будут дети. Всем вместе нужно сейчас нам поработать. Вот на этот период новогодних праздников будем осуществлять перевозку детей только в сопровождении. Я имею в виду по сотрудникам ГАИ. Мы найдем возможности, выдели патруль на автомобиль, мы должны обеспечить безопасность. Ольга Терентьева при поддержке пресс-службы Главного управления МВД России по Волгоградской области.